Внимание! Программа «Сохраняйте чек» не направлена на рекламирование товаров и услуг. Участие рекламодателей исключено. Цель программы – повышение уровня покупательской и потребительской грамотности граждан. Здравствуйте! В эфире полезно-потребительская программа «Сохраняйте чек». Я Михаил Губернаторов, ваш гид в мире правильных покупок. Сегодня у нас освежающий выпуск. Сегодня сохранил чек на товар с богатой историей. Это один из немногих напитков, который может похвастаться точной датой своего изобретения – 1887 год. Случилось это в Тифлисе, когда один местный аптекарь Митрофан Лагидзе решил провести смелый эксперимент. Приправу, которую традиционно добавляют к мясу, он замочил вместе с сахарным сиропом и добавил воду. В итоге в свет вышел уникальный напиток, который популярен до сих пор. И называется он просто – тархун. Именно о нем сегодня и пойдет речь. Мы начинаем. И жажду утолит, и здоровье поправит. Так в советское время говорили об одном из самых необычных напитков страны Советов. Зеленый газированный тархун – не просто лимонад, а марка, известная во многих странах. А ведь с момента открытия до массового производства прошло целых 96 лет. Сегодня тархун набирает обороты. Импортозамещение вернуло бренд к жизни, а прилавкам подарило новые торговые марки. Только за последние пять лет их количество выросло в полтора раза. Изготовлять тархун вдруг стало модно и престижно. Вот только качество это не прибавило. На ингредиентах экономят, рецептуры ломают, и даже гост – не помеха. Неужели не найти на прилавках знакомый настоящий вкус? Сегодня будем разбираться. А пока спросим у самарцев, как они справляются с выбором и на что смотрят в первую очередь. Да, тархун пью. Очень вкусный лимонад, хороший, как бы наш исторический, старинный напиток. Ну, в первую очередь, наверное, конечно, когда, если не думаешь, что берешься за бренд какой-то, более-менее известный уже хватаешься. Ну, это напиток такой ностальгический из прошлого. И столько вспомнить. Сначала я обращаю внимание визуально, что она из себя представляет. Потом на ценовую политику. Все-таки смотрю на состав, потому что качество воды сейчас достаточно низкое. Ну, я в основном, в принципе, лимонады всякие не покупаю. Я больше склоняюсь к газировке, то есть минеральной воде. Вот. А так, в принципе, обращаю внимание на это, на консерванты, на содержание. Ну, желательно, чтобы натуральные были, не где-то были. В первую очередь, нужно обратить внимание на состав продукта, чтобы он был натуральный и безопасный. Для того, чтобы понять, как определиться с выбором, возьмем три бутылочки лимонада Тархун от трех разных производителей. Героями сегодняшней программы станут торговые марки «Аскания», «Волжанка» и «Калинов». Каждого участника промаркируем и расположим по алфавиту, согласно названиям. В завершении программы узнаем, кто из них порадует и вкусом, и качеством. Популярность Тархуна сыграла с напитком «Злую шутку». Его знают все, все любят, а значит, будут покупать. Этим и пользуются нечистые на руку производители. Нарушают рецептуру, используют низкокачественные компоненты. Но подделка все равно себя обнаружит. И начать стоит с состава. Внимательно посмотрите, на чем именно изготовлен лимонад. Ароматическом эстракте эстрагона, тархуна или ароматизаторе, идентичном натуральному. В первом случае природный компонент, во втором творение химиков. Современный тархун подчас и вовсе, как таблица Менделеева. Различные консерванты и, например, цикломат натрия, сахаринат натрия, которые являются подсластителями. Заменяют сахар как раз вот данным подсластителем. И бензоат натрия. Этим всем заменяют натуральный сахар. Он дороже, а значит, не всем производителям по нраву. Тархун вообще напиток не из дешевых. Чтобы найти натуральный, придется раскошелиться. Суровое правило, но работает. Такой лимонад, как правило, не приглядый с виду и даже с осадком на дне. Это знак качества. А вот если напиток изготовлен без использования природного сырья, осадок – признак опасности. Существуют дефекты таких напитков, такие как биологические помытнения, небиологические помытнения. Чаще всего они вызываются либо сырьем некачественным, либо условиями хранения, которые не соблюдал у нас с вами. Либо производитель, но чаще всего именно торговая сеть. Но ведь всегда есть альтернатива – приготовить дома. Набор довольно простых махинаций, с которыми справится каждый. А список составляющих вполне доступный. Нам понадобился тархун, эстрагон, который можно найти в любом супермаркете. Два лимона, минеральная вода газированная и сахар. Я думаю, любой желающий может приготовить его в домашних условиях, не прилагая, в принципе, усилий. Нарезаем мелкий эстрагон, добавляем сахар, лимон, перекладываем смесь в кувшин с водой и добавляем газировку. Все элементарно. Так может быть так еще и дешевле? Сравним. Лимон – 35 рублей, тархун – 140, вода – 20, сахар – 15 рублей, итог – 190 рублей. В магазине в среднем это обойдется в 80 рублей за литр. Получается, что проще не страдать на кухне. Но тут не все так просто. Выгода на самом деле – иллюзия. Да, это легче. Может быть, сэкономит время и деньги. Но в магазинном варианте очень много вредных веществ, таких как консерванты, сахарозаменители, красители. А в домашнем лимонаде только натуральные ингредиенты. Настало время и наших участников проверить на качество согласно советам специалистов. Ну что же, начнем наши глубоко субъективные тесты. Внимание! Программа «Сохраняйте чек» не направлена на рекламирование товаров и услуг. Участие рекламодателей исключено. Цель программы – повышение уровня покупательской и потребительской грамотности граждан. Проверим литраж. Для этого используем мерный стакан и выясним, кого из производителей можно поймать на недоливе. К счастью, нам такие не попались. Литраж полностью соответствовал заявленному на этикетке. Идем дальше. Теперь разольем по стаканам и посмотрим на цвет. В первую очередь он должен быть ровным. Слишком яркий, весь некрасителей. Бледный, скорее всего, разбавлен водой. В этом испытании лучше всего смотрелся третий конкурсант. Его цвет был нейтральным, близкий к натуральному. Ему достается бал. Два других участника в этом испытании остаются ни с чем. И последнее. Обратим внимание на пузырьки. Чем они медленнее отрывают от сенок стакана, тем выше качество. Здесь только второй участник был на высоте. Первый оказался совсем без пузырьков. Последний также активностью не похвастал. Несмотря на то, что все участники шли в испытании как среднегазированные. О Тархуне говорить можно много, но главное попробовать. Этим сейчас и займемся. В качестве эксперта пригласили Настю Махову, большую любительницу прогулок и Тархуна. Знойным днем даже в тени парка жажда может настигнуть в любой момент. А Тарху с этой напастью борется как нельзя лучше. Настю попросим распробовать наших участников, каждого по очереди. Внимательно оценить запах, пузырьки и главное вкус. Что же, каждый участник уже прошел свой тест и пора узнать номер победителя. Я выпила три лимонады и больше всего мне понравился второй, потому что он очень вкусный и сладенький. В сводной таблице представлены результаты всех испытаний. Наши участники достойно боролись, но в лидеры выбился лишь один. На этой неделе лучшим оказался лимонад Тархун торговой марки Волжанка. Поздравляем победителя. Надеюсь, теперь вы точно знаете, как правильно выбрать хороший продукт и не ошибиться на качестве. Главное, не забывайте сохранять чек, чтобы было что тестировать. На этом я прощаюсь. Учитесь покупать с умом и смотрите нас на телеканале Губерния, а также на официальном сайте. Увидимся на следующей неделе. Пока!